Заброшенные сельхозугодия необходимо вернуть в оборот в кратчайшие сроки. Такую задачу поставил перед правительством республики и администрациями районов глава Чувашии. Решить ее не просто, признаются чиновники пустующих земель в Чувашии много, а чтобы вести их все в оборот нужны немалые средства. И тем не менее Михаил Игнатьев потребовал навести порядок на земле. Сначала надо понять, сколько в республике необработанных земель. Специалисты дают разные цифры. По данным администрации районов, пустуют около 40 тысяч гектаров. Профильное ведомство считает, что таких земель потенциально больше. И это огромный неиспользуемый ресурс. Исходя анализа наличия пашни, данные управления Росреестра по Чувашской республике, посевной почвы, данные Чувашстата, необрабатываемым землям, потенциально можно отнести около 140 тысяч. И мы понимаем, что это один из главных ресурсов для увеличения объема производства в растении. Эту информацию министр сельского хозяйства привел на видеоконференции. В которой участвовали главы муниципалитетов. Глава обещает 2 тысячи, замы обещают в 4 раза меньше. Эти разговоры ведутся постоянно, отметил Михаил Игнатьев. И уже пора принимать меры. Следующая статья, касаясь земли, срокосназначения, то, что вы говорите, но этот спор же бесконечно не может быть, что до сих пор не можете отрегулировать. Вы называете по своей оценке, районно называете по другой оценке. Мы годами по этим показателям не можем спорить. Республика компактная, все видно. Михаил Игнатьев поручил Министерству сельского хозяйства до 20 марта утвердить перечень неиспользуемых земель. Пустующие пашни – это потенциал для развития сельского хозяйства. Скоро начнется весенняя посевная. В этом году будет затрачено порядка 1,8 млрд рублей из бюджетов различных уровней. Кроме того, сельхозтоваропроизводители республики в этом году получат поддержку из федерального бюджета на 10% больше, чем в 2015-м. По предварительным данным, эта сумма составит почти 2 млрд рублей. Республика очень нуждается в овощах закрытого грунта. В связи с этим строительство теплиц выходит на первый план. И здесь вполне можно задействовать необрабатываемые земли. Татьяна Молокова, Республика.